Спасибо. Проводил переговоры, и на ваш взгляд переговоры прошли не так, как вам хотелось бы. Вот поставьте плюс, кто проводил, поставьте плюс, кто проводил и доволен своим результатом, завершением встречи, и поставьте плюс-минус, кто проводил, но ожидал, допустим, другого сценария проведения встречи. Может быть, вы увидели какие-то свои ошибки, недочеты, а может быть, вы вообще не поняли, что вы говорили не так, но встреча, скажем так, имела не тот итог. Так, плюс-минус, плюс-минус. Отлично. Вижу, что много плюсиков, то есть я понимаю, что в нашей аудитории все люди активные, да, все уже начали проводить встречи, но по количеству минусов также вижу, что исход встречи был не такой, как бы вы хотели. Поэтому, друзья, очень надеюсь, что все те моменты, о которых мы сегодня проговорим, они окажутся вам полезными, тем более, что я буду говорить не основываясь на теории, а буду вам передавать свои практики, свою практику, да, потому что я человек действительно не человек теории, а человек практики, несмотря на то, что у меня довольно, ну, немаленькая структура, да. На сегодняшний день я участвую в марафоне по рекрутингу, я каждый день провожу встречи, в моей команде появляются новые партнеры. Кстати, кто тоже участвует в марафоне по рекрутингу, поставьте, пожалуйста, давайте семерки поставим, да, и будем понимать, что для нас это еще более актуальная тема, да, потому что наша задача, чтобы рекрутинг сводился к 100%, да, ну, хотя бы там к 80%. Отлично, здорово, вижу, семерочки пошли. Смотрите, основная задача, да, что вы должны вынести с сегодняшнего вебинара, что переговоры – это не просто встречи, да, переговоры не должны заканчиваться прям обязательно, вот человек пришел и купил у вас папку. Мне даже больше нравится, когда человек в ходе нескольких встреч принимает решение, но решение – это осознанное, и оно пришло не случайно, потому что наша с вами задача – не просто продать человеку папку, нам компания не за это платит, да, нам компания платит за товарооборот, который создает наша структура. И наша задача, да, как тех людей, которые продвигают идею компании, находить тех людей, которым эта идея будет тоже интересна, да. Поэтому вот первый слайд – это именно чтобы вы понимали, что переговоры – это продолжительное деловое сотрудничество. Переговоры от слова «переговариваться». Я люблю сразу начинать с работы над ошибками, да, и сама прошла через этот путь, и вижу ошибки у своих партнеров, когда они проводят встречи в офисе. Мы очень часто стараемся на первой встрече, на второй встрече рассказать человеку все то, что знаем, и пытаемся свои, так скажем, цели, планы, да, перевести на человека. Ну вот пример, да, сейчас идет марафон. Наша цель – больше оформить людей в первую линию, и мы всем подряд начинаем предлагать бизнес, и чуть ли не с первой встречи рассказывать о преимуществах маркетинга плана, рассказывать все то, что мы знаем о компании. Давайте честно, бывает, вот, бывало так, что вы именно в таком русле проводите встречу. Вижу, так, нет звука. Раз, два, три, четыре, пять. Друзья, давайте еще раз поставьте десяточки, как меня слышно. Да, десяток, друзья, много. На самом деле интернет хороший, я в комнате ничего не делала, поэтому у кого плохая связь, вам нужно просто перезайти. У большинства хорошо, поэтому мы продолжаем. Так, ну, я уже видела, да, что в чате начали поступать ответы, что да, действительно бывает. И вот это, наверное, основная наша с вами ошибка, что мы пытаемся человеку навязать свою цель. А наша с вами задача просто научиться правильно задавать вопросы, и второй момент, человека научить, нам с вами научиться слушать и слышать. Вот сейчас в процессе следующих слайдов я прям подготовила вам скрипты фраз, которые сама использую. Вы поймете, что основ... Как строится вообще встреча, да, что после вашего ответа должен последовать вопрос, должен последовать ответ того человека, с кем вы встречаетесь, да. Ну, немножечко я забежала вперед, давайте, чтобы у вас все было по полочкам. Первое, с чего необходимо начать, это, конечно же, ваш настрой. Из опыта вам скажу, что человек усваивает 20% информации, то есть то, что вы говорите теоретически, 80% это ваши эмоции, ваша внутренняя убежденность, да, ваш голос, интонация и так далее. Надеюсь, что вы с этим согласны. Смотрите, наша основная задача в первую встречу человека заинтересовать вообще идеей, да. Я никогда на первой повторной встрече не рисую там цифр, не рассказываю маркетинг-план, не начинаю проводить какое-то обучение. Я говорю о идее, да. Ты только представь, да, что может быть вот так-то, так-то, так-то. А ты сама как думаешь, а ты сам как думаешь, да. И поэтому на идею человек пойдет тогда, когда у вас горят глаза, когда вы сами выдушевлены тем, о чем вы говорите. Согласны? Если вы будете говорить с потухшим взглядом, с какими-то сомнениями внутри себя, если вы не будете доверять своему наставнику, да, которого попросили помочь в проведении встречи, как вы думаете, ваш собеседник проявит интерес к тому, что вы говорите? Давайте с вами пообщаемся немножко. Напишите ваше мнение. Нет, конечно же, нет. Да, вы пишете все нет. Нет, отлично, значит, вы действительно понимаете, да, ту мысль, которую важную я хочу до вас обнести. Поэтому здесь просто важно довериться, да, и принять правила игры наставника, да, который предлагает определенный формат встречи, и, соответственно, правила игры. Вы знаете, я глубоко уверена, что все то, что происходит в компании, да, все то, что будет происходить, оно идет для блага дистрибьюторов. И если нам иногда вдруг кажется, хотя, честно, у меня такого нет, но иногда какой-то негатив, да, происходит от партнеров, им кажется, что вот что-то не так, что-то плохо, пошли какие-то сплетни, пошли какие-то слухи. Я глубоко уверена, что все, что делает компания, оно идет только на улучшение. И мы входим просто во вторую фазу роста, и это сейчас период, в который просто нужно попасть в волну, и дальше уже плыть по течению. И, видимо, вот от моего настроя, от моей убежденности, от моего понимания, у меня есть дни, когда у меня проходят три личных регистрации, я не имею в виду команды регистрации, я говорю именно сейчас за себя, потому что всегда являюсь примером для своей команды, и не просто говорю, что там давайте, надо рекрутировать, я сама при этом сижу и иду, я просто беру это тоже и делаю. Поэтому, друзья, настрой, он очень-очень важен. Поэтому первое, что мы встряхиваем себя с хорошим настроем, с хорошим настроением, с горящими глазами, мы сами едем навстречу. Договорились? Договорились, двигаемся дальше. Естественно, нам нужно подготовиться не только эмоционально, потому что не все заканчивается на мотивации, мы должны с вами еще подготовиться и, так скажем, технически. То есть первое, что мы должны подготовить, это, конечно, рабочие инструменты. Всегда у нас с собой должна быть рабочая папка, и я еще рекомендую брать с собой одну новую. Но если вы проводите, например, встречу в офисе, где есть мини-склад, то, конечно, вам не обязательно брать с собой папку, но если вы, скажем так, далеко от мини-склада или логистического центра, всегда имейте в себе запас одну-две папочки как минимум для того, чтобы ускорить рост вашей сети. Потому что бывает так, что человек принимает эмоциональное решение вот здесь, сегодня и сейчас, и если он видит, что вот на тебе папку, завтра начинаем действовать, часто люди принимают решение сразу. Если вы им говорите, что, слушай, ну все отлично, ну надо подождать там неделю, дней пять, пока я закажу папку, она придет, за это время человек начинает читать какие-то отзывы, собирать негативную информацию, и он начинает уже цениваться, передумывать и так далее. Ну это, скажем так, усложняет ход событий. Это не говорит о том, что вы уже не переубедите человека или не поможете ему разобраться, но это может быть, ну ускорять ваши моменты. Я, когда этот момент поняла из собственного опыта, что если бы у меня была при себе сейчас папка, или там, что я могла бы отправить именно сегодня, да, часто выходные мы встречи проводим, когда логистические центры не работают. Когда я этот момент поняла, у меня в запасе всегда было десять папок, и вот верить нет, но они у меня всегда расходились. Где-то у меня просили партнеры, где-то я сама отправляла, и я об этом не жалею ни капельки, потому что об этом заключается рост сети, да. Очень важный момент продумать место для переговоров, то есть чтобы человеку было комфортно. Если вы проводите встречу где-то в кафе, подумайте, чтобы там было удобное место в парковке, да, возможно, чтобы был виден ваш автомобиль, возможно, он уже выполненный, да, по автопрограмме, и будет красоваться наш красивый логотип, возможно, человек приедет к вам на автомобиль, и чтобы он не переживал, да, за свой автомобиль, что он там куда-то денется и так далее. Это, вот, спокойствие, это очень важный момент, когда вы человека расположили, да, в том месте, где мы проводим встречи, должна быть тоже приятная атмосфера, то есть не должно быть громкость слишком музыки, чтобы вам приходилось там бушать голос, говорить на каких-то повышенных нотах, да, то есть это должно все располагать именно к комфорту, да, ну, о своем внешнем виде, конечно, нужно позаботиться тоже, это уровень ваш, да, вы лицо компании, именно по вас судят, ну, и о компании в том числе, да, ну, и вообще о вас как наставники в будущем. И желательно собрать информацию о собеседнике, да, для чего это нужно. Ну, например, если вы знаете, что у вашего кандидата есть, допустим, дети, да, либо, например, вы знаете, чем занимается человек, может быть, он любит отдыхать и так далее, это все моменты соприкосновения с вами, о которых вы можете говорить, да, то есть это, смотри, я тоже мамочка в декрите, да, и для меня дети являются самой большой мотивацией в этом бизнесе. Вы, а представьте, да, что перед вами сидит тоже мама, у которой двое детей, и она как бы уже к вам присоединяется и чувствует себя на одной волне. Либо, если вы мужчина, вы предприниматель, да, вы можете говорить, что, знаешь, а я тоже имею свой бизнес традиционный, но сегодня я рассмотрел для себя новые возможности, возможно, как и ты находишься в поиске, да, почему бы и нет. То есть вы тоже этим самым присоединяетесь к человеку, и у вас уже появляется что-то общее. Поняли, да, о чем мою мысль? Елен, если вы закажете себе папку, да, у вас будет регистрационный код в вашем личном кабинете, и когда у вас появляется кандидат, вы этот код присылаете на мобильный телефон, и вы автоматом будете являться спонсором вашему человеку. То есть система очень удобная. Причем этот код, в принципе, можно даже передавать. То есть если у вас появится в клубине, да, желающий приобрести папку, вы просто своему партнеру передаете код, и человек тоже регистрируется уже в вашу клубину. И здесь еще один очень важный момент сделать промоушен наставнику. То есть в чем заключается повторная встреча, да, когда вы приводите человека в офис или там в кафе, на котором присутствуете вы, кандидат и ваш наставник. И вот здесь очень важно именно довериться наставнику, потому что у него цель не просто сдать информацию, но сделать еще построение на вас, как на будущего лидера своей структуры. Очень многие тоже часто делают такую ошибку и думают, вот я сейчас буду пиарить своего спонсора, говорить, какой он хороший, какой у него результат, а у меня-то результата еще нет, и этот человек возьмет и передумает, и подпишется под наставника. Бывает такое? Тоже благодарю вас за искренность. Если вы поставите искренние плюсики, что у вас такие мысли будут, это классно, потому что сейчас вы поймете, что у любого наставника есть прямая заинтересованность, чтобы у вас был результат. И, соответственно, любой наставник будет делать промоушен вам, то есть это как лаверды такие, да, и человек понимает, что кандидат ваш, что он приходит действительно в интересный бизнес и в слаженную команду, что у него появляется в лице вас не только наставник, да, человек, который вам рассказал об этой идее, но еще и люди, у которых есть уже результат, которым есть к чему стремиться, да, и вообще здесь классно вообще получить опыт. Согласны с этим? Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто понял, о чем я сказала и действительно это принял и будет использовать в своей работе. Отлично. Спасибо большое за обратную связь. Мы двигаемся с вами дальше. Что нам необходимо понимать перед проведением встречи, да? Вообще люди делятся на несколько категорий людей, да? И, в принципе, здесь важно понимать, с какой категорией вы общаетесь и как правильно с этой категорией, скажем так, на эмоциональной, что ли, вам у меня больше общаться. То есть суть-то предложения вашего останется одной. И я сейчас вам в следующих слайдах именно предложила фразу, которую я тоже использую, да? Но есть разная подходка к определенным категориям людей. То есть нельзя одинаково говорить о бизнесе с предпринимателем, да? Который имеет бизнес, а может быть даже и серьезный бизнес. И с человеком, допустим, который находится в декретном отпуске, да? Вот. Поэтому, в принципе, можно поделить людей, тех, кто работает с нами, те, кто работает для себя, то есть это предприниматели. Сюда же можно, в принципе, отнести сетевых предпринимателей, да? И другая категория, допустим, те, кто работает там из дома, блогеры, футболера, так, все заговорилось, мамы в декрете и так далее и тому подобное, да? И вот сейчас мы с каждой отдельной группой проработаем, как с ними говорить. Итак, первое, что важно, ну, во-первых, поприветствовали вы человека, да? И здесь можно сказать, что, слушай, очень рада тебя видеть, да? И задать, ну, как минимум вопрос, там, как добралась? Да, как добралась, как добрался, чтобы человек немножечко расслабился, начал вообще что-либо говорить, что не просто вы, да, берете первую скрипку и говорите, я уже об этой ошибке сказала сразу. Вам важно еще слышать человека. И, соответственно, здесь можно предложить чай, кофе. Я, естественно, предлагаю всегда наш кофе. Вот. И дальше я произношу фразу. Давай сразу обозначим цель встречи. То есть, чтобы человек понимал, что он не пришел поговорить о природе, о погоде или подплечнике, да? У нас есть определенная цель. Смотри, дело в том, что я там начал, начала очень интересный бизнес. И сейчас я в процессе отбора партнеров себе в команду. Если тебе это интересно, если интересны новые возможности, дополнительный доход в пределах, там, от 30 до 100 тысяч, ну, вы можете разные пределы поставить. Опять же, когда вы собрали предварительную информацию о человеке, да, вы уже можете регулировать вот эти цифры. Потому что если вы скажете маме в декрете, там, от 100 тысяч, она, возможно, вообще не воспримет серьезно этот проект, потому что подумает, ну, нет, это нереально. Я сижу здесь в декрете, получаю полторы тысячи, а мне тут 100 предлагают, да? Нет, это не для меня. А если вы какому-нибудь серьезному предпринимателю скажете о цифре, там, 10-15 тысяч рублей, ну, он подумает, что это что-то несерьезное, и ему это неинтересно. Нет, не нужно бояться называть больших сумм. Я говорю, что все будет зависеть от ваших целей, планов, амбиций, потому что кому-то не хватает, там, не знаю, на автомобиль новый, да, кому-то не хватает на масло с хлебом, да. Вот, поэтому я готова подробнее рассказать об этом предложении. Если тебе это неинтересно, то мы просто попьем кофе. Открыто ты, ты открыта для информации. Здесь нужно сделать паузу и выслушать, что вообще человек скажет. Если человек молчит, и вы молчите, потому что ваша цель не просто потратить время и рассказать все, что вы знаете, а может быть человек в это время будет сидеть и думать, ой, господи, сейчас придет муж с работы, или там, не знаю, жена позвонила, что задерживается, мне еще детей забрать и так далее. То есть он будет сидеть в своих проблемах, а вы будете думать, что вы ему излагаете очень важную информацию, и в итоге не придете ни к какому завершению сделки, потому что человеку это было не нужно. То есть если человек говорит, да, мне это неинтересно, вот тогда можно сказать, слушай, отлично, давай теперь знакомиться более подробно. То есть задавать вопросы и слушать ответы – это самый простой способ раскрыть человека, понять действительно его мотивацию, его болевые точки, и через нащупывание вот этих вот потребностей, да, что ему нужно конкретно, может быть дополнительный доход, может быть ему нужно признание, может быть ему нужен личностный рост, может быть ему интересны путешествия, может быть он мечтает о новом автомобиле, вот через призму его потребностей мы ему показываем решение этой проблемы. То есть мы не говорим о том, что ты знаешь, у нас самый лучший в аптеке план, а ну и что из этого? А вот если мы говорим, слушай, ты здесь реально можешь позволить себе новый автомобиль, как? Да очень просто. У нас есть даже такая дополнительная мотивация партнерам, как автор программы, да, ну или допустим там человек хочет закрыть кредит. Слушай, я тоже была в такой ситуации именно с помощью такого классного инструмента, да, бизнес-предложения. Первое, что я сделала, я закрыла свои кредиты. Вот я вам сейчас говорю именно так, как это было, я уже прям как будто во встрече, да. То есть поняли, уловили эту мысль, я могу двигаться дальше. Пока вы пишете, тоже такое важное дополнение, из всей вашей речи человек заполнил 10% сказанных. И по статистике, если вы говорите больше одной минуты, дальше человек вас не усваивает. То есть это не говорит о том, что вы должны говорить очень мало, мало информации, нет. Вы можете, если человеку интересно, да, рассказывайте, отвечайте на его вопросы. Но после каждой вашей фразы должен быть вопрос, на который вы ждете от человека ответ. Заметили, может быть, я сейчас тоже, да, вас постоянно спрашиваю. Вы вообще поняли, вы уловили суть, да? Вот так же можно и человека спрашивать. Слушайте, мне это интересно. А как ты вообще, ну, понял, поняла, да, чтобы он тоже высказался? Так, с этим понятно? Отлично, отлично. Двигаемся дальше. И вот после того, как... Так, сейчас, секунду. Когда человек сказал, что ему интересно, да, наша с вами цель – познакомить человека с компанией, с продуктом и рассказать о возможности, да. Это вот такая большая наша цель. И здесь мы переговоры используем именно как отправную точку. То есть это не значит, что на этой сегодняшней встрече человек должен четко принять решение и сказать, да, я беру папку и вообще я завтра делаю лидерскую квалификацию. Нет. Важно здесь действительно заинтересовать человека и выявить его потребности, да. Для этого мы четко, основательно, убедительно формируем свое предложение. Не нужно ходить вокруг да около, сомневаясь в том, что вы действительно говорите. У вас есть четкая цель. Вы ищете себе партнера. Тебе это интересно или нет, да? Ваше предложение должно отвечать на вопрос, в чем выгода предложения и почему я именно с тобой должен начинать этот бизнес. Вот когда вы отвечаете на эти вопросы, потому что, знаете, вот мне очень часто люди пишут, приглашают в какие-то компании, в другие проекты, начинают скидывать, естественно, все в форме спала. И у меня вот первый возникает вопрос. А почему я должна прийти к вам в команду? Вот если вы, в принципе, не открыты для разговора, вы не отвечаете на мои вопросы, да, вы не созваниваете со мной, у вас нет результата, почему же я должна к вам прийти в бизнес? Вот. А когда вы отвечаете на эти скрытые сомнения у человека, он сидит и слушает, почему же ты мне предложил, да, почему же я должна именно к тебе прийти в бизнес? Здесь, когда вы делаете четкий промоушен компании, промоушен спонсору, промоушен тому предложению, когда вы убедительно говорите о том, что оно на сегодняшний день лучшее, человек сознательно отвечает на вопрос. А, ну теперь мне понятно, да? Вот. Елена, запись вообще поставила. Если технически все сложится хорошо, то вы ставите на лидерском чате, я записью поделюсь. Очень рада, что вам действительно интересно. Итак, вы говорите. Вот человек сказал, мне интересно. Вы говорите, ну тогда давай познакомиться. Можно задать вопрос. Чем ты сейчас занимаешься и на какую сферу деятельности хотел бы перейти? То есть здесь вы поймете, вообще человек склонен больше к работе по найму, то есть он хороший исполнитель, или в нем есть лидерские задатки, то есть возможно это ваш будущий лидер, да? Думали вы вообще когда-нибудь о бизнесе? Опробовали, может быть, вы какой-то транзиционный бизнес открывали, да? Какой-то отдел небольшой и так далее. Может быть, какими-то закушками занимались. И слушаете, что человек вам отвечает. То есть любые вопросы несколько подряд. И вообще слушаете, насколько адекватно человек вам отвечает. Вот как элементарно, когда вы приходите, например, в банк, там, оформите ипотеку или какой-нибудь там попринительский кредит, вам первое что, да, задают вопросы. А на какие цели вы там берете, да? Какой у вас доход? И люди первое, на что смотрят, смотрят на вашу адекватность. Ваша задача тоже не пригласить всех подряд в бизнес, а пригласить тех, кем вам тоже будет интересно, да? И ваша задача не уговорить человека, а найти единомышленника. Чувствуете разницу? И когда вы переходите уже непосредственно к предложению, вы выслушали, я говорю, итак, смотри, мое предложение к тебе следующее. Я сейчас работаю над тем, чтобы сделать популярным в нашем регионе один очень классный бренд. И мне для этой задачи нужен партнер. А если этим партнером будешь ты, то твой стабильный доход может быть уже около 100 тысяч рублей уже в этом году. Тебе это интересно? Если человек говорит, да, интересно, я спрашиваю уточняющий вопрос. Тебе, наверное, вероятно, будет интересно, какие вложения, да, будут с твоей стороны в этот бизнес. Какие вложения, какие действия понадобятся, да? Как правило, человек говорит, ну да, а вообще какие, на самом деле, какие? И здесь я дальше говорю, смотри, финансовых вложений практически нет. То есть речь не идет о сотнях тысяч рублей, даже не о десятках тысяч рублей, но нужны будут временные вложения. Вообще, ты готов работать для такого дохода, да? Готов ли ты вложить свое время, силы для того, чтобы через полгода-год выйти на хороший пассивный доход? И здесь вы можете тоже такое предположение делать, да, что сейчас, вероятно, ты продаешь свое время за более скромную сумму, да? То есть всегда юмор, он немножечко снимает напряжение и располагает к вам. Согласны? Да, согласна вот с Еленой, что действительно бизнеса без вложений не бывает, но либо вкладывать большие деньги, которые, возможно, под большими рисками, да? А здесь мы говорим, что нет рисков, нет больших вложений, но есть вложения как минимум времени, да? Вот это человеку мы должны очень точно с вами сказать. И если человек говорит «да», что я дальше говорю? Я говорю, так вот, смотри, все дело в уникальной бизнес-идеятельности. Дальше ваша задача – делать именно промоушен бизнес-идеи. И тогда человек получит ответ на вопрос, а почему именно с вами, да? Почему именно в этой компании и почему именно с вами? Так вот, смотри, дело в уникальной бизнес-идея. Это называется бизнес-партнерство. Смотри, есть компания, которая является крупной торговой маркой «Армель». Кстати, что-нибудь слышала вообще о такой компании? Как правило, люди говорят там «нет», либо если… Ну, здесь у нас повторная встреча, да, и человек уже имеет какое-то представление. Так вот, смотри, компания «Армель» выпускает и продает качественные товары из самых спросовых сегментов. Здесь вы можете сказать, что мы работаем в четырех наших самых продаваемых товаров. Это парфюм, кокметика, как уходовая, так и декоративная. Это wellness-продукты, то есть красота, здоровье, они всегда в моде, в тренде. Это кофе, это вообще отдельная тема для разговора. Это эко-товары ухода за домом, что тоже сейчас актуально, да. И продвижение этих товаров компания доверяет нам, своим партнерам, которые методом рекомендации делают этот бренд популярным и приводят в интернет-магазин компании множество клиентов. За это компания делится по своей прибыли. Смотри, рисков здесь нет. Как ты думаешь, да, вот можно задать вопрос. У тебя есть в твоем окружении 2-5 знакомых, которые любят парфюмерию, которые пьют кофе, которые моют посуду, чистят дубы? Ну, как правило, человек отвечает «да». Так вот, смотри, здесь нет рисков. Здесь есть реальная возможность выйти на стабильный доход, да. Потому что компания обеспечивает всем необходимым абсолютно. Это личный кабинет, это сайт, это обучение, это промо-акции, это качественный продукт, который имеет интересную цену, да. И нечто особенное, то есть мы в каждой продукте несем уникальное торговое предложение, почему этот продукт выгодно покупать именно в армель, а не в каком-то другом месте. И представляете, когда вы вот сделали такой промоушен, вам, кстати, как такой промоушен, самим-то поставьте, пожалуйста, от 1 до 10 вообще звучит на слух это предложение, когда вы говорите вот так убедительно, четко, ясно, без всякой лишней размазни, как я это говорю. Супер, смотрите, вы все оцениваете десятками. Это на самом деле очень классно, вы можете использовать этот шаблон тоже, можете сфотографировать эти слайды. И дальше ваша задача спросить, как вы поняли эту идею, расскажи. Потому что часто бывает, если спросишь, ты понял, да понял, а что понял? То есть пусть человек своими словами расскажет, как он понял эту идею, чтобы вы тоже понимали, вообще он уловил суть предложения, или, может быть, он что-то воспринял не так. С этим понятно? Двигаемся дальше. Переходим к следующему интересному моменту. Вот в целом я вам сейчас показала, как правильно делать промоушен, да, встречи, промоушен-наставнику, промоушен-компании и самому бизнес-предложению. И теперь вы должны понимать. Помните, я вам говорила, что есть несколько категорий людей, с которыми нужно, ну, определенно, так скажем, общаться, да? И вот сейчас мы как раз-таки эти категории людей с вами рассмотрим, чтобы вы понимали, какой подход нужно иметь, да, с определенными людьми. Итак, смотрите, первая категория – это, ну, достаточно молодое население до 30-35 лет. То есть эти люди, чем они отличаются, да? Они очень активные, они мобильные, они легкие на подъем, они приходят с удовольствием навстречу, они в поиске чего-то нового, они активны в соцсетях, любят развивать себя, да, вот как бренд. Они очень исполнительны. И здесь людям важно давать очень четкие задачи, хвалить и, скажем так, все время давать срок на реализацию, спрашивать об исполнении, да? То есть есть четкий план, цель, разделили подробно, дали инструкцию действиям, и человек пошел делать. Ну, например, смотри, у тебя есть цель. Перед вами, например, сидит студент, да, ему нужны деньги элементарно там, не знаю, на развлечениях. Смотри, у нас есть классный продукт, которым пользуются 90% твоего окружения, и первое, что ты можешь, это заработать на продажах. Для этого тебе, вот смотри, анкеты. Важно делать 10-20 анкет в день, собирать информацию, потом эти анкеты прорабатывать, вы научите, как, да, и у вас формируется своя целевая аудитория, у тебя пойдут первые продажи, да? Но при этом ты не работаешь на кого-то, ты самостоятельный, ты в этом бизнесе можешь себя проявить, еще плюсом заработать денег там на путешествия и на авто. То есть с этим понятно? Вы человека замотивировали, поняли, как с ним нужно работать, и все, и ему с вами тоже комфортно. С этой категорией нет вопросов? Если нет, мы двигаемся дальше. Нет, отлично. Виктория, спасибо, вы очень активны сегодня. Двигаемся дальше. Следующая категория, очень многими любимая, да, в бизнесе, это мамочки в декрете. И смотрите, в скобочках я написала, что это мамочки, которые нужны деньги. И здесь, смотрите, нет смысла говорить человеку о бизнесе, да, говорить на языке бизнеса, так скажем. А здесь можно на какие моменты, да, говорить? Ну, все вспоминаем себя, там, мамы на декрете, если мужчины слушают сейчас вебинар, не обижайтесь, хотя некоторым мужчинам приходится быть в декрете сейчас, да, то можно сказать, смотри, с помощью этого предложения ты можешь заработать, например, на помощницу подожди, на няню, да, высвободить свое время, на хороший, например, садик, на хорошую развивашку, на салон красоты, на какие-то себе дополнительные вещи, на которые ты, ну, стесняешься или в данный момент не можешь, там, попросить денег у мужа, потому что у него ответственность, там, за семью, он кормилец и так далее. Грубо говоря, как, ну, дополнительные, да, шабашки. Вот. Поэтому, смотрите, каждой мамы не хватает признания, они любят что-то рассказывать, там, в Инстаграме, поэтому здесь важно показать, что деньги зарабатываются легко, опять же, через первые продажи, то есть здесь я бы не стала сразу говорить о построении сети, а именно сказала о первых, быстрых, достаточно легких деньгах, заходить мамочкам легче через продукт, здесь особо я хочу отметить серию Greenbubble, потому что очень часто люди сталкиваются с аллергиями у деток, да, переходят в детские порошки, там, не отвечают требованиям, начинают стирать хозяйственным мылом, чуть ли не руками, да, вот, поэтому здесь просто найти общую тему, отнестись к пониманиям, также, да, прописать четкие действия и те суммы, которые они могут получить. Ну, например, пошла гулять с ребенком, взяла папку, в парке показала, и в пяти мамочек одна-две захотели ароматы, за прогулку ты как минимум тысячу рублей заработала. Тебе это интересно? Она говорит, слушай, да, интересно, а почему бы не? С этим понятно, с этой категорией? Ставим плюсики и двигаемся дальше. Супер, отлично, двигаемся дальше. Тоже интересная категория, часто мы встречаемся с такими людьми, наверное, 70-80% людей, да, которые приходят к нам на встречу, они работают тайно. И здесь, да, Виктория пишет, надо срочно быть мамой, чтобы с ним было легче. Хорошая мотивация, но для того, чтобы быть мамой, Виктория, вам тоже нужны деньги, поэтому предлагаю сначала быструю, стабильную структуру и со спокойной совестью в Викторе. Хорошо? Вот. Смотрите, для тех, кто в найме, здесь ни в коем случае нельзя говорить плохо о найме. Не нужно говорить больших минусов, потому что человек все равно первое время он не уйдет из найма. И что, если вы будете говорить, ну, плохо, да, работать по найму, во-первых, человеку будет некомфортно, он будет понимать, что, а все равно пока другого выхода нет, полностью уйти с работы. И здесь, ну, как минимум, ну, будет негатив, да, с его стороны к вам. Поэтому лучше задавать вопрос, да, почему ты выбрала именно эту работу? Да, почему именно эту организацию? Почему тебя не повышали? Можно затронуть вопросы карьеры. Вообще, о тебе что света, да, вот, ну, максимально, например, кем ты можешь стать, да, чтобы человек реально задумался, а на самом деле у меня же потолок, вот это, может быть, есть люди, которые еще, ну, светит, да, карьерный рост, а очень много людей, которым карьеры и не светят, то есть они как пришли работать, например, менеджером, там, среднего звена, они так и будут, да, и так далее. Я буквально сегодня тоже девушка разговаривала, банк пришла, вот, она сказала, что она там недавно на этом месте, я говорю, а почему перешли? Она говорит, да, предложили вроде как карьерный рост, но на самом деле обязанностей больше, а по зарплате пока есть нечувствия, то есть вот она, наболевшая тема, да. И здесь очень важно тоже говорить о признании. Смотри, у тебя есть отличные навыки. Сейчас ты просто дешево продаешь свое время, знания и навыки. Я не говорю, что ты завтра должна или должен уволиться и не идти никуда. Нет, но смотри, ты можешь быть лучше, ты можешь реализовать себя. Им важно услышать именно о перспективе, да, что они могут получить в нашем бизнесе. Вот, поэтому эти люди, как правило, боятся ответственности взять на себя, принять какое-то решение. Они не принимают решения быстро, поэтому здесь, возможно, вам придется стать, ну, на какое-то время начальником, давать какие-то конкретные задания. То есть ни в коем случае не гнуть палку, что вы начальник, вам подчиненный, но через задание, через вовлечение в процесс люди приходят в этот бизнес. Понимаете, о чем я говорю, да? Можно рассказывать свои истории, вот я вам сегодня свою историю привела, да, и хвалить, да, хвалить опыт, навыки, говорить о том, что здесь эти навыки могут тебе пригодиться, и ты получишь больший результат, да, и что ты в этом ему поможешь. Вот. Говорить о выгоде, что здесь нет положений, провести анализ, опять же, традиционного бизнеса, да, что эти группы сейчас решила открыть, да, как минимум, что тебе надо, и сказать о том, что здесь нет рисков, но есть большая перспектива и большая возможность. Вот. Тоже рекомендую вам прям делать себе заметочки, сфотографировать этот слайд, потому что на самом деле большинство людей, которые приходят навстречу, они работают именно в нами. Следующая категория, с которой мы тоже связываемся, имеем дело практически каждый день, это госслужащие, врачи, учителя и так далее, да. Смотрите, эти люди, они никак не связаны с продажами, и эти люди работают часто за идею, то есть они понимают, что у них в их руках чья-то жизнь, да, они вот за идею научить вот учителя, да, они вот эти патриоты, те особенно, кто, ну, старые закалки люди, да, за военные, допустим, там, за государство и так далее. Эти люди понимают, что они делают большие, великие дела, но при этом они готовы работать за очень низкую заработную плату, то есть фактически бесплатно, да. И поэтому здесь мы не говорим о возможности заработать, мы говорим о том, как они могут здесь полезно, да. Ну, например, учитель здесь он может научить, да. Здесь может быть, можно говорить о миссии, что здесь не ты зарабатываешь, можешь заработать, а ты можешь дать возможность другим людям заработать и так далее. То есть с этим понятно, с этой категорией. Кстати, тоже очень часто такие люди приходят навстречу. И по статистике бизнес часто достигают успеха именно учителя и врачи. Ну, и военные, кстати, тоже, потому что они хорошие исполнители. Вот. Так, понятно, двигаемся дальше. Вот следующая категория, да, такие вот самозанятые люди, это фрилансеры, блогеры. Смотрите, эти люди, в принципе, сами определяют занятость, то есть они могут планировать, да, свое время, свой день. Это очень важный навык, потому что вот те люди, которые работают в найме, они, как правило, не умеют сами себе ставить цели, да. То есть эта категория полная противоположность. Они четко знают, сколько заработал, столько и полопал, да. То есть поработал-заработал, не поработал, значит, не заработал. Они понимают конкуренцию. То есть если они начинают длинить с тем, что они делают, то они вокруг себя растят конкурентом. Они понимают, что нужно вкладывать в себя, в свои знания, навыки, в обучении и так далее. Им можно подкидывать идеи, да, смотри, как твои навыки могут пригодиться тебе. Ты хороший оратор, да, или, может быть, у тебя есть там твой хорошо раскрученный там Инстаграм, страничка в соцсети и так далее. То есть нужно масштабировать их навыки, да, хвалить и говорить о том, как их навыки могут пригодиться здесь. Смотри, ты, например, записала видео с бизнес-идеей, а так как у тебя большое количество подписчиков в разных городах и странах, ты одним видео проделываешь работу на, ну, там, на неделю, на месяц, а может быть, и на постоянной основе это видео будет приносить тебе уходящий тарфик, да. Вот, поэтому, смотрите, эта категория, в принципе, категория предпринимателей, и здесь именно нужно продавать сеть и высокий доход. С этим понятно? Двигаемся дальше. Отдельная индустрия, бьюти-индустрия, которую я очень люблю, я часто работаю с этой категорией людей, то есть это парикмахеры, это мастера манитюра, да, аппетитура, это визажисты, смотрите, эти люди, они работают руками, да, но понимают, что, в принципе, деньги делаются головой. И очень часто те девочки, которые работают в салонах красоты, имеют мечту открыть свой салон, свою парикмахерскую, и быть похожим на свою хозяйство, да, согласно с этим. И здесь, смотрите, эти люди не продвигают какой-то продукт, им не нужно осуществлять продажи, то есть они работают, да, руками, по сути, они предприниматели. И здесь я продаю этим людям бизнес-идею. Я говорю, смотри, ты работаешь, у тебя есть своя клиентская база, к тебе люди приходят на доверие, и только представь, что каждый человек, который к тебе приходит, он где-то покупает ароматы, где-то покупает косметику и так далее, да, и представь, если бы этот поток ты организовала для себя, классно? Хотела бы так, да? И смотри, можно параллельно делать две вещи. Пока ты спережешь, пока ты красишь, пока ты, там, не знаю, пилишь ногти и так далее, можно поговорить о природе, о погоде, о встрече, а можно предложить классный продукт, которым ты уже, мы с тобой пришли к выводу, что однозначно твоя клиентка пользуется вопросом, где она берет. И если она возьмет у тебя, то ты плюсом за потраченное время на клиента можешь заработать от 500 до 1000 рублей. Скажи, тебе это интересно? Как правило, в 99% случаев люди говорят, интересно, потому что, работая на кого-то, люди всегда работают на чью-то мечту, на чью-то цель. И если она берет за услугу, там, например, 1000 рублей, максимум, что она с нее получит, это 15-20%. То есть иногда я людей спрашиваю, говорю, ты, наверное, ну, тебе платят процентов в 30? Они говорят, ну, в 30 это даже много. То есть я понимаю, что люди имеют гораздо меньше, да, от своего вложенного времени и навыков. Когда вы плюсом предлагаете от 500 до 1000 рублей, а люди понимают, что это, ну, в принципе, даже выше того, что она бы заработала с клиентом, конечно, у людей загораются глаза, и им это интересно. Согласны? Либо здесь я тоже люблю говорить про кофе, потому что кофе – это такой локомотивный продукт, который можно использовать в любой парикмахерской, в любом салоне. То есть бьюти-индустрии – это продукт идеальный, через который можно либо повысить лояльность к клиентам, да, либо как вариант поговорить о бизнесе через этот продукт. Двигаемся дальше. Смотрю, что время немалимо бежит вперед. Следующая категория – продажники, да, то есть это люди, которые любят продавать. На самом деле, по статистике, таких людей всего 5%, но если вы таких находите, то, ну, это отличные партнеры для вашей сети, да, можно узнать об их достижениях, чего они достигли в предыдущих каких-то компаниях, и сориентировать их на продажу не только продукта, а именно на продажу бизнеса, показать, как они могут заработать на продаже этой идеи, да. Эти люди любят преднания, они любят, их нужно хвалить, да, и показывать поводу на том, что они могут не просто продавать и получать определенный процент, а именно на том, что можно создать свой бизнес, когда они уже физически не вкладывают свое время и силы, но при этом бизнес работает на них. Вот здесь мы уже, конечно, будем говорить о том, что в компании есть такой пассивный доход, да, и эти люди знают, что деньги там, где есть продажа. А продажа – это не только продажа продукта, да, а это продажа… И те, кто… Даже, смотрите, те люди, которые работают по найму, они тоже продают, продают свое время, свои навыки, свои знания только за дешево, да. А здесь вы предлагаете продавать бизнес-идею и при этом хорошо зарабатывать. Ну, с этим понятно? Если вы… Ну, вы если не пишете, что нет, я понимаю, что да, и вы двигаетесь дальше. Хорошо. Следующая категория, которую тоже все очень любят и мечтают, чтобы в их сеть пришел сетевик, да, или сетевичка с опытом работы. Ну, здесь двояко. Здесь, знаете, как, конечно, хорошо получить профессионалов в свою сеть, но часто бывают люди со своим пониманием, да, как этот бизнес можно делать, и порой бывает вас не слышал. Вот. Здесь можно, ну, что, сначала у людей узнать причину, да, почему они решили сменить компанию. Здесь также, как мы в категории найм не говорим плохо о найме, здесь важно не говорить плохо о той компании, из которой человек к вам приходит. Поймите, не бывает плохих компаний, да, бывает стечение обстоятельств, когда человеку комфортно, вот говорят, нашли все звезды, команда, наставник, бизнес-план, продукт, и у человека раз, и получился прорыв. Я с людьми говорю, ты знаешь, по сути, бизнес одинаковый, статистика одинаково работает, но здесь меньше нервов и больше результата. Почему? Потому что есть властный продукт эмоциональный, лёгкий, его не нужно убеждать, что его нужно, то есть, достаточно взять, открыть, попробовать. Либо это кофе, либо это ароматы. Здесь гораздо проще выстроить сеть. Почему? Да потому что продукт лёгкий. Если мы зовём, например, на биологически активные добавки человека, мы должны сначала очень много обучиться, а потом взять ответственность за здоровье другого человека, да, а здесь мы просто брызнули эмоции. Хочет человек, нравится ему этот аромат, он берёт, не хочет, нет. И это легко. Это могут повторить даже дети. Не нужно быть семи пятей во лбу, не нужно быть мистерецологом, не нужно быть мизажистом-косметологом. Удал попробовать, человеку понравилось, рассказал, да. Можно здесь узнать, как люди работали, да, как работали стильные, как выстраивали отношения в командах. Можно спросить, почему не получилось. Как человек думает, почему не получилось. И здесь зачастую человек называет такие факты, которые вы говорите, смотри, вот именно поэтому я и предлагаю себе компанию «Армель», потому что и вы на его минусы перекладываете плюсы. И человек, вот, кстати, здесь люди быстрее принимают решения. Если человек здесь, вот и сейчас увидел выгоду, увидел статистику вашу, да, увидел статистику роста, дохода и так далее, он быстрее принимает решения. И здесь прям вот можно использовать тот шаблон, то есть промоушен бизнес-предложению, бизнес-промоушен компании и прям говорить вот этими четкими правилами. Еще один момент, да, который мы с вами не затронули, вернее, про это мы уже с вами проговорили, да, это был флайс касательно подготовки, да, то есть нужно председарально подготовить место, если это офис, да, то есть если это кафе, мы говорили о комфорте, если это офис, то, конечно, вы не должны прийти, да, застать врасплох, там, по-моему, эти чашки со вчерашнего дня и так далее, то есть место должно быть подготовлено. И важный момент, который я упустила, то есть вы собираетесь информацию о вашем собеседнике, эту информацию нужно рассказать наставнику, то есть чтобы он тоже был в курсе, он был подготовлен, он понимал, с каким кандидатом идет речь, да, ну, также встретить собеседника, спросить там, как дела, как добрался, и делать промоушен на наставнике, то есть почему вы пригласили этого человека на встречу, и чем он тоже может быть полезен, то есть это тоже очень важный момент. При повторной встрече с наставником важно сделать промоушен на обучение, то есть сказать, что, смотри, у меня сейчас нет цели тебя запускать, бизнес обучать, потому что ты уйдешь просто квадратной головой, и вообще, скажешь, зачем я вообще пришел, сколько у меня вынули, да, но у нас в компании есть четкая система обучения, помимо нашей индивидуальной работы, которую мы с тобой выстроим, и с помощью, там, называете, именно сам, да, в компании есть на регулярной основе обучение, вот на таком обучении сегодня мы присутствуем с вами, да, по вторникам это презентация, четверг это обучение по курсу запуск, то есть достаточно пройти 10 уроков, где ты четко сможешь понять, как этот работает бизнес, что тебе необходимо делать и так далее. Кстати, когда мне люди говорят, что мне повезло с наставником, да, и вот я такой бедный, несчастный, я первый вопрос, который задаю, а на каком обучении обучения в компании ты был? И, как правило, люди не посещают обучений, но тогда о каком результате мы говорим, то есть алгоритм-то вообще какой, да, мы приглашаем человека на встречу, делаем ему звонок или личные встречи, приглашаем на презентацию, после презентации мы приглашаем на повторную встречу для более детального, да, предложения, бизнес-предложения, которые мы с вами учили сделать сегодня с вами. И отвечаем на вопрос, что я тебе в этом помогу, да, есть система обучения, пошаговая инструкция, с помощью которой ты поймешь, как это делается, и сможешь это легко повторить и дублировать. Вот. И мы переходим к закрытию сделки. Вот очень важный момент, потому что часто я слышу у своих партнеров, что я вроде все рассказала, все, как ты меня учила, а человек не принял решение. Вот здесь важно правильно довести, да, встречу до завершения. Как? По большей степени тоже вопрос. Смотри. Вообще, и так, да, какие у тебя мысли о моем предложении? И здесь, возможно, человек начинает возражать. Здесь важно правильно уметь работать с возражениями. Это отдельная тема, мы ее сегодня касаться не будем, но от того, как вы правильно отвечаете на возражения, да, от того, как вы ведете себя, не спорите ли, не сами возражаете, очень много зависит в принятии решения вашим весенникам. То есть бывает даже люди наоборот задают специально каверсные вопросы, они смотрят, насколько правильно и профессионально вы отвечаете, да, и насколько они хотят прийти в вашу команду. И как же перейти, да, к заключению сделки? Вот вы вроде и предложение сказали, и с возражениями поработали. Вот ключевые моменты, вы говорите, смотри, я правильно понимаю, ты готова стать моим партнером? Если да, то когда? То есть когда вот человек по большей степени с вами соглашается, он на многие ваши вопросы говорит «да», и, ну, смысл, да, отпускать такого человека, возможно, он принял решение уже сейчас, и вот здесь-то вам как раз понадобится ваша новая стартовая папка, да, но не всегда человек принес решение здесь, сегодня и сейчас. Если человек говорит, мне нужно подумать, ты будешь «окей, я тебя прекрасно понимаю, давай тогда сразу определимся со временем повторной встречи, где я смогу ответить на свои вопросы, сомнения, и мы сможем завершить разговор». С этим поняли? Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто, возможно, понял свои недоработки, да, возможно, в этапе переговоров, возможно, в этапе завершения сделок, да, потому что очень часто на самом деле мне люди говорят, ну, а как же завершить эту сделку, да вот элементарно, нужно, вот, поддвигните человека, принять решение, не бойтесь спросить, что, я правильно поняла, тебе интересно, и ты хочешь стать партнером, давай определим тебе, когда. И часто люди говорят, у меня будут деньги в 15-му часу, и я зато буду оформиться, да, и если человек говорит, мне нужно подумать, это тоже нормально, потому что вспоминайте себя, я лично месяц думала, принимала решение, но когда я пришла с осознанным решением, все, уже просто, ну, как бы я начала бомбить, и все. Вижу от вас много плюсиков, друзья, это здорово, это здорово, я понимаю, что действительно вы поймали какие-то инсайты, что вам действительно поможет уже завтра проводить встречи в новом ключе. И, конечно, подведя итог нашего с вами вебинара, я могу вам не сказать о предстоящем событии, да, которое будет уже совсем скоро, ровно, кстати, через месяц, сегодня очень оказывается значимая дата, 12 сентября, ровно через месяц, 12 октября в Москве, состоится премиум 2019, это событие однозначно знаковое для всех, кто будет на нем, кто примет решение поехать на премиум, да, это будет не только новый этап развития в компании, это будет новый этап в жизни каждого из вас, потому что именно в таких событиях приходит правильность понимания бизнеса, да, приходят правильные решения, и вы понимаете, что нужно делать для того, чтобы преуспеть в этом бизнесе, потому что вы увидите атмосферу, вы почувствуете эмоции, что нельзя передать словами, и самое главное, второй день, это будет мощное обучение от мощнейшего спикера, да, Радислава Кандапаса, поэтому, кто еще не купил билет, обязательно это сделайте, мест остается очень-очень-очень мало, я даже уверена, что билеты могут купиться, раскупиться, вернее, чуть ли не до недели-две, и вы потом просто будете кусать локти за то, что долго прождали, у нас был уже такой опыт, когда на самих мастеров в Казани, люди, которые жили в Казани, протянули, не купили билеты, и не смогли попасть на это мероприятие, знаете, это такое чувство плохое, когда вот думаешь, ну, мог же, мог, и вот упустил эту возможность, поэтому, друзья, чтобы такого не было, сегодня, здесь, сейчас, скажите себе, что я действительно принимаю решение, я хочу по-серьезному развиваться в компании Армель, я хочу в этом убедиться, и для этого мне нужно попасть в эту атмосферу, сегодня я принимаю решение, покупаю билет, спрашиваю своего наставника, как мне это сделать, как мне добраться, где я буду жить, кто мне поможет, и на все эти вопросы ваш наставник дав вам ответ, и правильно написала Марина, до встречи в Москве, до встречи во вторник на презентации, я благодарю каждого, кто был, вы были шикарной аудиторией, очень отзывчивой, с вами приятно было работать, я тоже воодушевилась, поэтому всем до встречи, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok